Взгляд «Если фанаты зажигают, это кому-нибудь нужно». Л. «Если фанаты зажигают, это кому-нибудь нужно». 30 марта 2015 года, 17.11 фото, из личного архива. Российские болельщики вели себя в Подгорице на удивление достойно и сдержанно. Провокация не привела, как, очевидно, задумывалась, к массовому побоищу. Любителям футбола придется запастись огромной выдержкой сейчас. В рамках проекта «Клуб читателей» газета «Взгляд» представляет текст Андрея Грохольского об инциденте, произошедшем 27 марта во время матча Черногория, Россия. Хотите зарядиться ненавистью? Настоящий, кипящий, всепроникающий и всеохватывающий. В формате 3D. Чтобы каждую молекулу, каждую клеточку твоего организма трясло, крутило и выворачивало наизнанку. Зайдите на форумы новостных украинских сайтов. Есть такие, где уровень ненависти зашкаливает так, что, кажется, самих слов, дискуссий и мнений ты уже не слышишь и не разбираешь. Только дикий вой, орущие глотки и мат перемат со всех сторон. В общем, полное ощущение, что ты в самой гуще фанатов команды соперников, которые готовы разнести все в пух и прах и жечь всех живьем за проигрыш любимой команды. Футбольные ассоциации, конечно, не случайны. Угораздило меня заглянуть в комментарии популярного украинского сайта. Обсуждалась откровенно дикая выходка на стадионе в Подгорице, горящий файер, прицельно кинутый с трибуны черногорских болельщиков, ранил нашего вратаря. Казалось, все ясно, пострадавший достоин как минимум сочувствия, а хулиганская выходка, как минимум осуждение. Ничего подобного. Так думают от силы двое из ста украинских комментаторов. Да и ту с оглядкой на возможные санкции у ЕФА. Мол, нехорошо это, не по-европейски. Мол, поаккуратнее надо всем надо быть, в том числе и украинским ультрас. А то ведь эти бюрократы могут временно лишить нас, болельщиков, любимого зрелища. 98% европейцев на этом сайте, злорадствуют и торжествуют. У них по этому поводу резкое улучшение настроения и залпы остроумия. Цитировать большую часть этих высказываний по причине их нецензурности невозможно. Самые приличные звучат так, подумаешь, пожгли немного вату, надо было напалмом, пусть у себя в Азии играют, а к нам в Европу не лезут, то ли еще будет. Это провокация в стиле ФСБ, готовьтесь к Одессе, Колорады. Звезда российского футбола вспыхнула с новой силой, а чемпионат мира у Рашки все равно отнимут. И что самое печальное, по-русски пишут. Нередко безграмотно, часто примитивно, почти всегда грязно, но по-русски. Значит, для них русский язык, родной. Кто они вообще, эти выродки? Русские украинцы, украинские русские. А, может, истинные арийцы? Или просто бродячие тролли без родины и, в общем, без судьбы. Можно, конечно, классифицировать эту толпу как безмозглых фанатов или свихнувшихся с ведомых патриотов и на этом успокоиться. Но ведь на русском языке льется эта тупая ненависть к русским, а нас еще пытаются убедить, что происходящее сегодня на территории Украины – не гражданская война. Война – еще какая. И война эта – в головах. А форум? Что ж, он, конечно, не способен установить истину, но, как томограф, точно и наглядно фиксирует состояние мозгов на Украине, показывая, что, 1. Они – мозги – возбуждены и перегреты, 2. Находятся в состоянии перманентного сотрясения, скорее всего, от регулярных фанатичных и патриотичных скачек, 3. К критической самооценке и вообще к нормальной работе в данный момент – непригодны. Диагноз печальный. И форум показательный. И ненависть тупиковая, неподдельная. Хотя, если ненависть зажигают, и доводят до нужной температуры, значит, это кому-нибудь нужно. Поэтому ни в коем случае не надо исключать фактор провокаторов, которые всегда есть на форумах и появились на стадионах. Снайперы на Майдане, стрелки в Одессе, сушки в Донбассе, файеры в Подгорице. Почерк 1. И цель одна – пролить кровь, стравить людей, народы, государства и сделать на этом себе, умному и любимому, неплохой гешефт. Клюнули вы, господа украинца, на провокатора, зацепили вас на крючок ненависти, и продолжаете вы, по нове, с упрямством, достойным лучшего применения, хватать все ту же наживку. Офу Пи. С. Российские болельщики вели себя в Подгорице на удивление достойно и сдержанно. Провокация не привела, как, очевидно, задумывалась, к массовому побоищу и неприятным для нашего футбола и нашей страны последствиям. Нашим любителям футбола вообще придется запастись недюжинной выдержкой. Боюсь, что в преддверии чемпионата мира 2018 подобных провокаций будет еще немало. Мечты, лишить России футбольного праздника, уже озвучены. Хотите представить, как бы повели себя в подобной ситуации украинские ультрас? Почитайте украинские форумы. Впрочем, лучше не читайте совсем. Ненависть заразна.